Наивный, приличный, добрый Он для меня тыл, поддержка. Человек, которого я никогда не хотела потерять. Нет, он, конечно, уже, наверное, отдурел от того, что ты говоришь, что я не замужем, но он должен с этим смириться. И было время, когда мы просто не расставались никогда ни на минуту, просто никогда мы вместе работали. Андрей Дальтоник. У нас, я помню, мы после концертов обычно любили мармелад, такой зелененький, красненький. Зеленый был вкуснее, и мы все ели этот зеленый мармелад, и остался только красный. И он говорит, ой, ну подайте, пожалуйста, мне вот этот зелененький, зелененький мармелад. После этого мы все смеемся. Андрей, зелененький мармелад, хочешь? Бедный, бедный Андрей. Да, так все говорят. Или счастливый, счастливый Андрей. Так все говорят. Я считаю, что должен быть счастливым. Потому что вы с ним? Да, потому что я с ним. Потому что вы его любите, или потому что вы такая личность? Нет, потому что я его люблю, потому что я очень хороший человек. Потому что если был бы другой с ним. Другая? Другая, да. Ну, может быть, другой. Не дай Бог. Нет, посмотрите, какой он красивый тут сто процентов. Нет, если была бы другая, любая другая была бы хуже. Угу. Мы не любили тех. Да, кроме Андрея. Почему? Потому что он был со мной единственный. Он переживал это так же, как я. И его утешение было только одно. Что ты не бойся. Если что, мы просто разгонимся. И влюбимся. Вот это было то, что мне тогда было больше всего нежнее. Я могла сказать, ах, лучше бы у нас было бы там трое детей, чем я вот пою сейчас на сцене. Ему не нужны эти были трое детей. А он ничего бы не хотел поменять. И никогда мне не говорил о том, что он так хочет поменять что-то. И это очень хорошо. Я счастлива. Я счастлива, когда счастлив он. Ноэтина, вершит讓 вы меня прянете inward. Я буду рассказывать.